Приветствую вас, мои дорогие! И сегодня мне хотелось бы поговорить о том, как создавать свою модель мира в том многообразии, в котором мы сейчас проживаем, в котором мы все присутствуем. Нашим сознанием манипулируют очень много вещей. Это мнение наших родных, это мнение окружения, это телевизоры, фильмы, книги, рекламы, очень много информации. И тогда, когда у нас нет собственного представления о том или ином факторе, о той или иной сфере жизни или, в принципе, о модели жизни, нам очень сложно не сомневаться. Люди говорят, мы слышим, если у нас нет своей точки зрения, как мы хотим, если у нас нет осознанных ценностей нашей жизни, если нет осознанного каркаса, восприятия, фундамента, то нам сложно становится не сомневаться. И мы постоянно подвергаемся стрессу, то есть мы сомневаемся. А может быть, этот человек прав, а может быть, вот это направление право, может быть, вот это течение и так далее и тому подобное. Тогда, когда мы не слышим себя, тогда, когда мы не осознаём своих истинных целей, ценностей, и нет собственного восприятия. По сути, нет просто собственного восприятия. В то же самое время на нас незаметно, потихоньку, понемногу в сознание вливается информация относительно рекламы. Рекламные щиты, реклама на радио, реклама в журналах, реклама в книгах, реклама в интернете и так далее. И мы уже бессознательно, приходя в магазин, что-то покупаем либо бессознательно чего-то желаем, что нам совсем-совсем не нужно. И отклика в нашем сердце это не находит. Для того, чтобы формировать своё мнение, действительно необходима остановка, необходимо уделять время себе, необходимо уделять время тому, чтобы погружаться внутрь себя, для того, чтобы расширять своё сознание до уровня действительности, полной действительности. То есть мы очень часто живём в рамках своего ума. Мы видим только то, что для нас знакомо, только то, что соотносится с нашим прошлым опытом. А наш прошлый опыт — это очень ограничено на самом деле. И очень редко выходим за пределы зоны комфорта ума. Мы очень редко размышляем, мечтаем, фантазируем или просто позволяем себе допускать возможность всего. Всё, что люди имеют вокруг, всё, что находится на планете Земля в настоящий момент времени, это создано всё для нас. Мы можем этим пользоваться. Вопрос в том, кто позволяет тебе это делать, а кто нет. В чём разница? Разница лишь в расширенном сознании. Какой-то человек просто когда-то допустил это возможным. Теперь он это имеет. Я предлагаю вам сделать простое упражнение. Я уже не говорю о том, что следует ставить цели, что следует задавать себе вопросы и соотносить свои желания, мысли о желании со своим чувствованием. То есть действительно ли вы этого хотите и вы получите по результату какие-то положительные, наполняющие вас эмоции? И это действительно важно. Почему? Потому что то, что нам приносит радость, даёт нам энергию для того, чтобы создавать что-то ещё, ещё что-то большее, более расширенное. И это позволяет нам постоянно развиваться и эволюционировать. Если же мы ведёмся на желания нашего ума, они, как правило, мимолётные. Мы увидели какую-то картинку, нам это срочно нужно. Пять минут назад мы даже об этом не думали. Мы зашли в какой-то магазин, мы увидели какое-то колечко, платьишко, шубку. Мы срочно этого захотели. То есть вот это всё, это нас уводит, потому что желание рождается изнутри, а не после того, как вы посмотрели на какую-то картинку. Какое упражнение? Возьмите, пожалуйста, тетрадку, ручку, найдите для себя время. 20-30 минут будет вполне достаточно. Желательно это проделывать несколько раз в неделю. И упражнение заключается в следующем. Прописывайте тот опыт, который вы желаете испытать. Что это значит? А это значит, задавайте себе вопрос, чего бы вам ещё хотелось попробовать? Какое состояние испытать? И я именно делаю акцент на состоянии. То есть не то, что вы хотели бы яхту, не то, что вы бы хотели какой-то Mercedes последней модели, какие-то отношения, какое-то количество денег. То есть это всё материальные объекты. Любые материальные объекты нам даёт какое-то качество состояния. Так вот, акцентируйте внимание на том, как вы себя будете чувствовать при этом. И именно погружаясь в это состояние, старайтесь фиксировать, то есть распознавать и интерпретировать то, что вы чувствуете. Потому что уверенность, состояние уверенности, состояние радости, состояние благодарности — это всё положительные наши чувства, они имеют разницу. И чем тоньше вы распознаёте свои чувства, тем богаче ваш мир, ваш внутренний мир и, соответственно, ваш внешний мир. Потому что внешнее является отражением внутреннего. Я рекомендую делать это упражнение как можно чаще. Идеально будет, если вы будете делать это каждый день. И вы действительно через какой-то период времени посмотрите. Во-первых, это упражнение, оно вскроет блоки. То есть тогда, когда мы находимся в зоне комфорта ума, мы находимся в состоянии самообмана, и нам кажется, что всё у нас хорошо. При этом внутренняя неудовлетворённость часто присутствует в нашей жизни. Но понять, почему, в чём причина, в чём конкретика этого внутреннего состояния неудовлетворённости, нам непонятно. Тогда, когда мы начинаем моделировать, тогда, когда мы начинаем прописывать свои желания, когда мы приводим в конкретику наши цели, наши ценности, когда мы стараемся себя понять как можно яснее. Вот здесь как раз у нас происходит вскрытие страхов. Оказывается, мы боимся вот этого. Оказывается, мы боимся мнения окружения, а мы боимся отношения родственников к нам. Или мы вообще боимся быть какими-то не такими, как все. Мы боимся потерять деньги, если их будет много. Мы боимся не справиться с отношениями, если в них вступить. Мы боимся не справиться в новой стране, если мы переедем и так далее, и тому подобное. То есть страхи, они становятся актуальными тогда, когда мы начинаем просматривать какой-то новый опыт. И это первый плюс, который вы будете наблюдать в процессе этого упражнения. Второй плюс — это, естественно, вы расширяете своё сознание, потому что вы ставите задачу мозгу для того, чтобы отвечать себе на вопрос, «А как ещё бывает? А что в мире ещё бывает? А что бы я ещё хотел испытать?» То есть происходит такое некоторое расширение. Ваше сознание, к примеру, размером с вашу квартиру, а вы начинаете расширять его до размеров вашего города, потом до размеров вашей страны, потом до размеров всей нашей планеты. И тогда, когда сознание расширено до размеров планеты, ограничений быть не может. То есть вы берёте из Вселенной всё то, что вы желаете. Ну как берёте? Вы принимаете это, потому что жизнь с нами щедро делится всем. Она всё это создаёт, мы это всё создаём, то есть всё человечество, планета, наше сознание, наше развитие, благодаря тем способностям, которыми наделён человек. И третий плюс этого упражнения — это то, что каждый раз прописывая, вы будете на чём-то делать особенный акцент, и это будут ваши ценности. Именно то, что вы чаще всего прописываете, описываете, именно это и является вашим фундаментом. Потому что очень часто люди приходят на консультации, на коучинг, и не понимают, в чём ценности жизни, в чём фундамент основной, то есть куда двигаться, какой маяк, какие направляющие. И человек мечется, сомневается, а может быть я вот этого хочу, а может быть я вот этого хочу. Человек не слышит, он не в состоянии разобрать, то ли это навязывание ума, социального эго, то ли это действительно моё внутреннее истинное желание, которое идёт изнутри меня. Поэтому вот эта простая практика, 20-30 минут в день есть у каждого человека. Если вы начинаете говорить о том, что у вас недостаточно времени, сделайте другую практику и недельку-другую просто прописывайте ежедневно, куда вы, собственно говоря, растрачиваете свою жизнь. И ведёт ли это вас действительно к какому-то расширению, к какому-то развитию, к какому-то родству. Я желаю вам успехов, желаю вам всего доброго, верьте в себя, доверяйте жизни, и, конечно, будьте счастливы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!